Привет всем! Вы на канале StepTop. Предлагаю полистать новый выпуск каталога, который получила в Lidl. Весь этот каталог посвящен Греции и будет действителен с 17 февраля по 23 число. Греция у нас будет на этой неделе и в Греции я была два раза на острове Родос и на острове Крит. Кое-что знаю о кухне, потому что там была сама лично. Ну и естественно все греки гордятся оливками и оливковым маслом. Говорят, что итальянцы тоже умеют, а греки смеются над ними и потешаются, потому что понимают, что все то, что в Италии было завезено из Греции. И вот вам оливки. Огромная банка 1 700 миллилитров, то есть чуть не 200 миллилитров, 2 литра. Это огромная бадьян. Так, йогурт греческий знаменитый есть 2 процента и 10. 2 процента это можно считать, что простой кефир, но очень вкусный греческий йогурт. И опять же баклава, которую я вам показывала и сама покупала. Это не то же самое, что в самой Греции, потому что на месте намного вкуснее все и по-настоящему. Кетчуп килограмм, соки в маленьких упаковках, апельсины, вишня и яблоко и также вафельные трубочки. Внутри есть начинка с шоколадом или с ванилью. Надо будет когда-нибудь попробовать, потому что я очень часто мимо них прохожу и никогда не покупала. Как оливки выглядят и как они на вкус я знаю. Баклаву тоже йогурт знаю, так что покупать я их не буду. Здесь у нас же за 69 центов продают манную крупу из четырех сортов. А, это макароны и из четырех сортов манной крупы. Тевтили с цацики. Цацики это такой соус из йогурта и чеснока. Тут есть кальмары, еще больше мяса, тефтили и также бобовые консервированные тунец. Уже готовое блюдо из мяса и картофеля называется мусака. А тут четыре вида приправ. Гирос знаменитая, цацики не менее знаменитая, но я никогда не видела сувлаки и бифтеки. Но я уверена, что для самих греков и тех, кто восхищаются Грецией, это просто знакомо и все понятно. Еще больше оливок внутри могут быть или миндальные орехи или чеснок двух видов. Коломатос это знаменитый регион, в котором производится лучшее в мире оливковое масло. Вот продают оливки. Тут с косточками, а здесь косточек нет. Вот опять же та же самая огромная бадья с заглавной страницей. помидорный какой-то соус с сыром фетты и помидорами, баклажанами. И цацики плюс 15 процентов чеснока. Очень вкусная приправа к любым блюдам. А тут пироги и сладости тоже очень умеют они хорошо делать. Тут может быть и не сладости, но выпечка. Выпечка тут с сыром. Здесь сыр и лук. А тут с мясом курятина. То есть пироги такие. Выпечка не сладкая. Сыр есть в собственном соку. Булочки со шпинатом и с оливками даже есть. Еще больше сыра. Но естественно они любят фета сыр. Тут есть даже творог. Внутри баклажаны могут быть. Или помидоры, или паприка. Три сорта. И йогурт тоже нескольких сортов. Далее греческий йогурт, который мы видели на заглавной странице. Намазка на хлеб. Есть с помидорами или с баклажанами. Выглядит все это красиво. А фирма эриданос, которая всегда производит именно греческие блюда вкусностей и продукты. Тут сладкая страница. Очень много мороженого. Мороженое сделано на основе йогурта. Предлагают и ваниль, и миндаль, лимон. Просто натуральный. Со вкусом есть пеканских орехов и грецких. А вот и халва. Хотя халву я называю все-таки арабской сладостью, а не греческой. Но может быть и в Греции, конечно. Тут три сорта с какао, с фисташками, с миндалем. Это миндаль, миндаль, не фисташки. И ваниль. Что же здесь? Здесь мороженое на палочке. И опять же миндаль. С ума сходят по миндалю. Есть вот эта вот оранжевая карамель и белый шоколад. И есть белый шоколад. Мед. Тут опять. А вот тут выпечка сладкая. Опять разные булочки, пирожки. Баклава та же самая. И интересные названия. Тулумпакия, куркубиния, раксакия. Наверное, греки гордятся этими сладостями и с легкостью узнали бы. А для нас это новинка. Поэтому и написано. Новинка. Никогда не было в Lidl магазине. Чипсы греческие с гирос и с цацики. Специфические вкусы, но великолепные. А тут арахис, но не с сухофруктами, а с сухими овощами. Представляете, вот и оливки даже нарисованы и перчик необычно. Так, тут батончики нуги и сезам. Сезам опять с миндалем или же с медом. Что-то они влюблены в миндаль. Фисташковая закуска и арахисовая. Ну что, тут фиги. Засушенные фиги. И еще больше орехов. Это арахис. Тут кашью орехи. Еще больше миндаля и арахиса. Орехи, орехи. Интересная такая вещица. Вот, значит, тут семена подсолнуха. Семечки, простые семечки, но в шоколаде. Либо в темном, либо в молочном. Очень интересные. Верю, что вкусно. Тут страница уже не греческая, а интернациональная. Вот, например, рис. Скорее всего, я его куплю, потому что цена хорошая и внутри 8 штук. И все они в пакетиках. Бросаешь пакетик в кипяток и через 20 минут вынимаешь. Вафельные палочки. Опять же, тот же самый кетчуп за главной страницей. Сок мы тоже видели. Не видели. Не видели только свеклу. Свеклу продают. И она в яблочном соке. Здесь мясная продукция, но даже есть венгерские и венские гулеши. Есть колбаса литовская, сосиски, блины, которые только разогреть придется. Мясная продукция. Так, и здесь индюшатина, телятина. Страница для овощей и фруктов. Показываю цены, но эта страница всегда повторяется. Они просто призывают к тому, что раскупайте, так как скидка хорошая. Помидоры, брокколи, есть манго. Хотя, как я уже говорила, не видела никогда манго розового цвета. У нас зеленого цвета. И я не путаю с авокадо. Это точно. Вот. И виноград. Странный. Это, скорее всего, из Испании будет. Кое-что бывает из Италии. В этот раз все испанское. Очень много литовской продукции. Батончики, молочные изделия, йогурт фруктовый, экологически чистый сыр, германта и тикрос. Для тех, кто занимается спортом и следит за здоровьем, йогурт с повышенным содержанием белка, протеина. Тут у нас домашняя сметана и кефирный коктейль с разными добавками. Например, бананы, клубника, груши, ягоды. Вот такие вот у нас будут продавать на этой неделе продукты. Продолжение следует...